Всем большой и пламенный привет! Подведем итоги садового сезона, оценим, что выросло, как зацвело от момента посадки до урожая. Этот сезон выдался необычным. Молодую поросль в начале июня мощным ливнем с градом побило, потом сыщики кладов разрыхлили мне клумбы. А вообще в этом сезоне было у меня цветочное направление на те сорта, которые имеют длительный срок цветения. С июня, июля по октябрь. Статица зацвела в июне, ее продолжительность цветения до заморозков, используя ее как сухоцвет. Растение неприхотливое, обильно цветущее. На срезку уберите распустившиеся бутоны, так как они в процессе не распускаются после срезки и не теряют свои окраски до 4 лет после сушки. Этот сорт петуний обильно цветет, не требует прищипывания и продолжительно цветет весь сезон, только набирая обилие бутонов. Этот необычный сорт петуний дает семена, в отличие от предыдущего. Интересная окраска, обилие цветоносов, растение неприхотливое даже на сухих солнечных местах с редким поливом. Все равно бутоны он дает до заморозков. А вот это наша традиционная петуния, собранная своими семенами, ежегодно радует разнообразием оттенков и цветения. И всегда это крайне обильно. Изначально это полосато-фиолетовый гибрид и в зависимости от кислотности почвы и удобрений теперь проявляет разнообразие в окраске. А вот это мой любимый сорт, повторяю его третий сезон, он такой пышный, имеет медовый аромат. Ощущение, что даже листики у него махровые. Прекрасное украшение для кашпо. Попробую его в следующем сезоне посадить в открытый грунт. Посмотрим, как он себя там проявит. Собранные в прошлом сезоне семена львиного зева карликового скудно в этом сезоне цветут, даже с подкормками. Виола сменила сортовую окраску, но от этого не потеряла очарования. Она цветет до заморозков. Красная шапочка, которая росла в кашпо, от сильного ливня не восстановилась. А эти глазастики прекрасно себя чувствуют, мелкорослые, один за другим цветут, а в августе могут поражаться мучнистой росой, если температура вдруг будет опускаться до 15 градусов ночью. Успела захватить цветение этой потрясающей по сочетанию оттенков виолы. Она, к сожалению, была также побита ливнем. Так же, как и эти красавцы, я очень на них рассчитывала. Самосборные семена львиного зева высокорослого с начала июня были желтыми, а в конце поменяли свой оттенок на розовый. Максимально удачный сезон для тыквы на палочке. Созрела она аж в августе, в отличие от предыдущих сезонов, когда она в сентябре еще имела зеленые плоды. Жаркое лето явно ей к лицу. Смесивая статица сначала проявила фиолетовый оттенок, а сейчас проявляют розовый и белый. У этого сорта проявился фиолет и нежно-розовый цвет. Радость этого сезона впервые удалось вырастить с альпиглосис и цвел он аж две недели. Многолетнему дельфиниуму заморозки возвратные не дали развиться. Зато однолетний дельфиниум во всей красе в течение месяца изобилием оттенков очень радовал, собрала с него семена. В этом сезоне лианами решила прикрыть все неприглядные места. Этот сорт растет два месяца и цветет всего пару дней по цветочку, плохо развивается. В отличие от сорта Диньдинь, покрывающего два метра площади за месяц и дающий обильные яркие цветоносы, каждый из них цветет аж по две недели, а он их выпускает огромное количество друг за другом и получается настроение яркого, позитивного какаду. Цветет до заморозков, а осенью все это так особенно тепло выглядит и помея этого сорта аккуратно прикрывает все, что нужно скрыть. Этот сорт и помеи малоцветущий и цветок живет до обеда, раскрываясь утром, зато дает большое обилие семян. Редактор субтитров А.Семкин Красная Ипомея Также по цветению недолговечно, скудно и требует длительного периода для оплетения. Лунария двухлетняя, поэтому зацветет она только в следующем сезоне. Самое главное, что она прижилась. У скобиозы только белый сорт вызрел. После цветения она оставляет пушистый сухоцвет. Целлозия также очень красивая, долго цветет и не теряет свои окраски после срезки. Прекрасный сухоцвет, при этом дающий изобилие семян. Эти сорта выращены из сборных семян, собранных в прошлом сезоне. Вербена, как вертикальный акцент, имеет мелкие цветочки, выглядит изящно, цветет около двух месяцев. Эту красавицу буду укрывать на зимовку, так как она теплолюбива. Кохия имеет дорогие семена и не впечатляет. С виду как сорняк, больше выращивать не буду. Портулак цветет два дня, затем сбрасывает лепестки. Идеален для кашпом, создает почвопокровность, хорошо черенкуется и дает самостоятельно, без прищипки, боковые побеги. Сами узколистные листики выглядят декоративно. Глаксинии не хватило сезона, чтобы зацвести. Из кашпо перенесу ее в горшочек и буду выращивать дома. Она подходит для домашнего цветоводства. Любимый сорт Иустомы. Все пять бутонов распустил. Цветет длительно, до трех недель. Имеет такие прекрасные, махровые, кудрявые, пышные лепестки. Намезию также переведу на домашний рост. Бегония крайне обильно цветет, особенно в открытом грунте. Лучше, чем в кашпо, несмотря на подкормки. Только сорт махровый, но не махровый. Но все равно очень красиво. Плюс бегония отлично черенкуется и укореняется. Занесу и посажу несколько черенков на зимовку в дом. Флокс карликовый. Очень красивый оказался махровый, но его ливень по земле расплющил. Какой интересный платикодон. Цветонос, как коробочка, набухает и раскрывается в колокольчик. Это многолетник, неприхотлив к солнцу и поливу и может расти в тени. Сухоцветные травы. Часть из них взяла для декора и часть на семена. Очень уютно они выглядят, особенно в букетах. Часть из них взяла для декора. кашпо с настурцией алисуму и кларкии которая является акцентом благоухают настолько парфюмерно медово-нежно-сладкий аромат имея на полметра в округе разливается этот аромат гармонично дополняет друг друга получилась такая менее пышная клумба как вы поняли все пошло в этом цветочном сезоне не по планам и некоторые цветочные комбинации в кашпо пришлось менять тем не менее именно таким спонтанным образом рождаются интересные идеи мне по душе пришлось сочетание бакопы и дихондры нежные мелкие цветочки в пастельной гамме мягко флиртуют с пушистыми серебристо-пастельно-зелеными листочками дихондры создающий вертикальный акцент а почвопокровность дает бакопа нежные оттенки бакопы идеально по оттенкам и размерам сочетаются с дихондрой это кашпо я особенно полюбила за эстетику многолетний идельвейс растет длительно поэтому высадила я его в открытый грунт в середине августа махровые сорта папа вера ни один не вырос а классические сорта распускают бутоны ранним утром и цветут до обеда радуя своим нектаром пчел и шмелей а из своих высаженных семян выросли васильки я сажала их рядом с маками и получилось полевая нежная клумба обильно цветущая после цветения активизируются бархатки и таким образом клумба цветет до глубокой осени до заморозков а вместе с ними на этой клумбе космея трогательные цветы детства неприхотливы ароматный цветут длительный период размножаются самосевом и хинация с каждым сезоном увеличивает объем цветения самосборные семена циней из одной семенной коробочки дали разные цветоносы как по крупности так и по цвету а 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 вот и бархатки вступили в фазу цветения выросли они огромные высокие гиганты видимо подкормка им понравилось их было три по листу за сезон переживала за единственную георгину которая из всей пачки семян выросла кто следил в инстаграм помнит этот случай а она даже зацвела ура какая сила жизни в этом нежном цветке а теперь немного моментов в деталях важно иногда остановиться оглядеться насладиться и поблагодарить за все что есть у тебя и и и и и и и и еще одна клумба с лилейниками в этом сезоне они благодаря подкормкам обильно цветут лилия пересаженная прошлой осенью очень обрадовалась новому месту и в этом сезоне выпустила обилие цветоносов а еще гипсофила зацвела спустя три сезона после посадки каменная роза из семян медленно развивается интересно перезимует ли по плодовой части пойдем ся этот сорт как магазины но с еще более ярко выраженным вкусом любовь с первого попадания на вкусовые сосочки томаты отличный урожай далее мои любимые медовые капли вялила в духовке все сорта со срезом можно посмотреть вот в этом отдельном видео если будет интересно впервые выращиваю бруссельскую капусту она постепенно наращивает качанчики а 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 Артишок и в этом году не вызрел. Раннеспелые сорта кукурузы, сочные, молочные, мягкие, мясистые, сладкие, варятся менее получаса. Самосевом вырос подсолнух и эти семечки птички склевали. Урожай кабачков и икра, и оладушки, и салаты по-корейски с ними объедение. А на неиспользуемой лестнице сушится лук на хранение. И осенний урожай тыквы, есть гигантские и мускатная, выросла, ура-ура, которую вы мне советовали посадить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто уже планирует новые посадки? Если что-то новенькое появится у вас, я хочу вырастить брокколи, а может быть и цветную капусту. А вообще, сейчас прекрасное время, чтобы наслаждаться плодами вашей физической и ментальной деятельности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА